Допустим, это случай. Хорошо, когда войны завершаются, это хорошо. Но как в таком случае будет обеспечена демилитаризация, деноцификация? Я вижу только один вариант. Вот если бы я... Уничтожение всей российской тактической авиации. У нас же демилитаризация российской армии, а не наоборот. Еще раз, за эти два с половиной года кровопролитных боев количество оружия и военной техники в Украине увеличилось, а в российской армии в целом уменьшилось. Да, они там тягают пушки Сталина с новейшими иранскими и северокорейскими снарядами калибра 133, простите, 130 миллиметров. Все это понятно. Но факт остается фактом, что демилитаризация происходит. Российской федерации. Все вот эти вот тексты на тему, что еще чуть-чуть, еще немного нечего будет поднимать со складов и видновлю вот эти старые танки а-ля ИС-2 и всякое такое. Иосиф Сталин. Да, Сталин построил все это, а Путин все... Единственный реальный вариант, это когда Киев, Харьков и Одесса, о Черном море напоминаю, перейдут в двойное управление Украины и России. Принцип кондоминиума международный, двойное управление, двойное подчинение. Вот тогда я еще верю в возможность демилитаризации почти 100%. Вот. И какого-то начала дедоцификации гораздо более долгий процесс. Ну, не знаю, не знаю. Я в эти переговоры не верю. В этих товарищах меня удивляет только одно, что они делают вид, что у них до сих пор есть паром железнодорожный славянин. Они продолжают раскатывать свою губу и рассказывать россиянам, что у них все нормально. Ну, так ли это? Если уже говорить о совместном управлении, я даже не знаю, я сторонник международного плорава и жизни в международно признанных границах. Ну, может быть, мы рассмотрим в таком ключе Краснодар и Ростов? Что вы думаете? А Москва, она будет совместно управляться? Украина китайской администрацией? Нет, нет. Пропагандисты на российский, они уже будут жить в это время в метро, на самой нижней станции. Они будут рассказывать это таким образом, что нами управляют китайцы и украинцы, которыми руководят американцы. Новые опросы указывают на то, что Камала Харрис уже впереди. Не опросы решают, а колеблющиеся штаты, но, что называется, опросы уже указывают на победу, не Трамп. Я сторонник подхода, что американский народ должен спокойненько сам разобраться, так кто же им лучше, Харрис или Трамп. Мы в данном случае наблюдаем, что Россия дребезжит. Потому что вот они уже видели некую модель с Дональдом Трампом. А теперь победа Трампа, она не предрешена. Вот совсем не предрешена. И все в шоке. На болотах в шоке. А Владимир Путин не выходит из бункера. Не делает никаких заявлений. Помните, дед, что он там говорил? Что с Байденом ему удобней. А теперь он молчит. А все почему? А потому... Драка только началась. Поэтому результат ее неизвестен. Мужчина, она... Она... Вот видите, сейчас придумали, что она оторва. Ну вот в переводе, так ближе к нашему, резвушка, да? Вот я правда не очень... Это мягко сказано. Что-что? Мягко сказано. Так вот, я не очень правда понимаю, как убедить американского избирателя, что резвушка это его будущее, имея в виду, что это будущий президент. Не знаю. Может быть, они посчитали. Они, может быть, рассчитывают на то, что именно молодой избиратель должен голосовать за нее, потому что она на 18 лет моложе Трампа. И теперь Трамп стал дедом, да? Раньше был Байден, теперь Трамп дед. Не о том они, дяди, думают. Вот правда. Российским гражданам целесообразнее сфокусироваться на безумных решениях, которые принимаются Владимиром Путиным. Он же тоже дед. Ну, в отличие от американцев, он считает, что его должны где-то вытянуть из кремлевского кабинета и сразу прикопать возле кремлевской стены. Кажется, план вот такой. И пока Путин еще не умер, пропаганда получила команду мочить со всех сил Камалу Харрис. Делают они это отвратительно, ну, какими они, собственно говоря, и являются. Мы вспоминаем про логарию, да? Это когда мысли быстрее, чем... Оборот. Мысли медленнее, чем ты говоришь. Не путать с заболеванием гонорея. Про него тоже писали. И я сейчас не шучу, не издеваюсь. Понятно, что это тоже часть предвыборной кампании, грязной предвыборной кампании в США, но накануне писала какая-то местная лас-вегасская газетенка, что Камала оказалась в политике через постель. Такер утверждает, что женщина в политике – это к беде, к войне. По американским меркам, понятно, сексизм. В общем, вспоминает Викторию Нуланд, Олбрайт и Хилари Клин. Самые отвратительные помои. А о чем это говорит? О том, что они дребезжат. Пусть продолжают это делать. Нас ждет интересных полгода. Возможно, они будут решающими на поле боя. А Оле нужно понимать одно. Чтобы она часто вот этот вот тезис о том, что женщина – это к беде, не произносила. Вдруг Путин услышит и отдаст Олю талибам, своим новым друзьям. А там… Там американская демократия уже не работает. Со всеми вытекающими последствиями. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Украина была, е и буда.